Сегодня истек срок, который министр внутренних дел Арсен Аваков давал на ликвидацию подпольных и горных заведений в стране. Между прочим, выделил на это Арсен целых 10 дней. Абзац вырешил переверить, как впорывались правоохранители, где в Украине удалось побороть гральную заразу, а в каком месте, по суть, задних. Дивимось. Однорукие бандиты достают последние деньги из карманов украинцев. Доводят людей до истерики. Казино заставляет игроков полностью терять рассудок. А тем временем собственники игорного бизнеса зарабатывают миллиарды. При этом ни копейки из этих денег не попадает в наш бюджет. Бизнес на азартных играх в Украине запрещен еще с 2009 года. Вот так громко и эффектно закрывались игорные заведения в те годы. Но после этого побоища многие выжили и ушли в подполье. Однако на прошлой неделе Арсен Аваков велел милиции расправиться до этого вторника со всеми выжившими. В течение 10 дней милиция последовательно и неуклонно остановит все игровые заведения. Начнем с Киева. Далее по всей стране. Указанный срок уже на исходе, так что самое время проверить, а можно ли сегодня в Киеве потратить свои кровные денежки на игровых автоматах. Ира, ты что, реально решила заняться темой казино автоматом? Ну да, еду сейчас искать. Зачем? Опасно, да, думаешь? Ну опасно, но будь осторожней. Артем прав. Конечно, страшновато идти в логово нелегального бизнеса. Девочки, вы не знаете, здесь где-то еще остались игровые автоматы? Здесь, но единственное, вон там вот должны были быть. На водку мне дали еще совсем юные создания. Ломбард. Извините, женщина, а здесь были игровые автоматы как-то? Нет? Вот они на углу. А, вот здесь, спасибо. Вы обратите внимание, что все эти казино, возле них находятся традиционно, что? Ломбарды. Сначала вы оставляете свою зарплату, а затем вы оставляете там все свое имущество. Борислав Ефимович еще летом зачистил всю Троищину от игровых автоматов. За это он получил поддержку и голоса на выборах в Раду. На Троищине нет на сегодняшний день ни одного незаконного игорного заведения. На Троищине на сегодняшний день нет ни одного заведения, которое маскируется под государственной лотереей. На самом деле это типичное казино. Господин Береза считает, что у городской милиции было предостаточно времени, чтобы также очистить и весь Киев. Представители правоохранительных органов не хотят закрывать эти заведения, потому что это напоминает как человеку, который сам себе отгрызает руку. А ведь это рука их кормит. Но вернемся к азарту. Здесь такая тишина и спокойствие, что кажется, никто не догадывается о том, что министр Арсен Аваков дал всего 7 дней на ликвидацию. Кстати, я пришла часа в 4 вечера, а каждый второй столик уже занят. Представляю, что здесь творится ближе к ночи. Ну, поиграть. Конечно, администратор сразу понял, что я полный чайник в этих играх, поэтому любезно начал учить меня, как правильно проиграть мои 50 гривен. 5 копеек. 5 копеек, у нас 1000 кредитов. Выбор игры, вход в игру, нажатие на игру. Выберите на таким образом. Казино World играть. Выберите красное или черное, заберите выигрыш. Красное или черное. Черное. Так прошло, кажется, не больше трех минут моего пребывания в этом задымленном сигаретами заведении. И тут мой режиссер констатировал. Кажется, все. Что, я все же проиграла? Да. Нормально. 50 гривен мне, конечно, жалко, но, с другой стороны, меня больше беспокоит, как сочетается распоряжение министра Арсена Авакова запретить все азартные заведения с тем, что минимум человек 20 продолжают преспокойно играть на автоматах. В расстроенных чувствах я пришла к начальнику столичной милиции. Он же, сидя у себя за столом, воодушевленно орудовал цифрами статистики. Ну, здесь, конечно, не поспоришь. Накануне действительно нашла еще одно игорное заведение. Закрыто. Когда-то было сила Добова и без выходных. А сейчас по техническим причинам лотерейный клуб не работает. А давно закрыли? Неделю. Неделю? Только почему здесь написано «Лотерейный клуб»? Генерал-майор милиции объяснил мне, что как раз в этом и кроются все хитрости этого бизнеса. После того, как пять лет назад в Украине запретили все казино и игровые автоматы, они заработали подпольно. Стараясь заработать нелегальные деньги, мошенникам приходится быть очень креативными. Я получила информацию, что вот в этом переходе, у всех на виду, расположили игровой автомат, замаскированный под айбокс. Забрали? Боже мой. А кто забрал? Милиция приехала? Нет. Те, что ставили, те, что брали. Так вот это прямо здесь стояло. А как вот, ну как? Он похож на вот этот? Такие самые. Но эти сознательные гражданки вовремя забили тревогу, опасаясь, что на азартном автомате начнут играть дети. Все его вызывали. Все его переходит на рынках, а все его смущаются. Но главная кульминация киевского рейда произошла ближе к ночи, в самом центре столицы. Сотрудники киевской милиции решительно накрыли казино в центре Киева. Правда, ни денег, ни игроков, ни даже владельцев этого закрытого клуба на месте, конечно же, не оказалось. Прямо как будто знали о чем-то. И тем не менее, в этот вечер 127 нелегальных автоматов были арестованы. Интересно, а как работает милиция в других городах? Редактор субтитров А.Семкин